В Москве рассмотрен вопрос теплообеспечения Железногорска. Власти города не планируют передавать Железногорскую ТЭЦ краю. Об этом сегодня заявил глава администрации ЗАТО Сергей Пешков, вернувшись в совещание в Москве. Там был подписан протокол, который предусматривает, что в грядущем отопительном сезоне все работы по подготовке города к зиме пройдут по привычной схеме. ЗАТО будет отапливать Железногорская ТЭЦ и пиковая котельная СТС ГХК. При этом с 1 июля главную теплоцентраль в Сосновоборске начала эксплуатировать новую управляющую компанию ООО Железногорская ТЭЦ, дочка Никимт Атомстроя. Тем не менее, теперь есть ясность на этот отопительный сезон. Буквально неделю назад я проводил совещание по подготовке. Все эти организации занимаются активно, согласно графику, подготовкой к отопительному сезону. Ну и Гуртеплоинета, соответственно, готовит свое. То есть на этот отопительный сезон понимание есть, кто и как будет готовить и эксплуатировать все наши источники теплоснабжения. В следующем отопительном сезоне, по словам Сергея Пешкова, начнется самое интересное. Предстоит решить вопрос в муниципальную или краевую собственность передавать городские теплоисточники. Принципиальная позиция администрации – отопление города по закону прерогатива местной власти. Поэтому, по словам Сергея Пешкова, необходимо определить единую управляющую фирму. Какая организация возьмет на себя эту роль, сейчас и предстоит решить городским властям совместно с краевым правительством и госкорпорацией Росатом. Тарифы для населения при этом, уверяют власти, должны остаться на прежнем уровне. Тарифы, они как определяются, так и будут определяться через РЭК. Я не думаю, что они у нас будут как-то сильно меняться. А вот сейчас, когда перешло право собственности по Железногорской ТЭЦ, от не кем-то там строя, а у Железногорской ТЭЦ, тариф остался тот же самый. Для Железногорской ТЭЦ тариф не поменялся. Поэтому тариф – это отдельный разговор, но, во всяком случае, пока нет никаких предпосылок, чтобы они менялись в ту или другую сторону. В протоколе также прописаны выплаты выпадающих доходов. Краевой бюджет готов взять на себя часть долговых обязательств. Речь идет о 170 миллионах по мазутной котельной ГХК. Их должны выплатить до ноября текущего года. Остальные деньги будут погашаться траншами. Также городские власти совместно с краевым правительством продолжат лоббировать вопрос достройки мощностей Железногорской ТЭЦ. В ближайшее время будет подготовлено письмо за подписью временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Виктора Толокотского, чтобы в очередной раз попытаться получить финансирование.